Всем привет, мои хорошие! Я вас очень рада видеть у себя в гостях. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хэнд Мэд. Если катастрофически не хватает времени, то ли по факту дел очень много, то ли много всего хочется, я не знаю. Стараюсь найти периодическое время для того, чтобы снять видео, но не всегда это получается. Сегодня постараюсь снять не очень такое длинное видео, в котором буду вам показывать свою вышивальную рукодельную солянку. В общем, это и старты, и финиши, и процессы. Много я разбалтывать не буду, поделюсь своими впечатлениями, ощущениями, ну вообще от всего этого процесса перед вами. Смотрите, МП-студия, замечательная работа, это одна из трех. Напоминаю, что ранее я уже купила три работы, купила рамку для того, чтобы вышить их и оформить в одну рамку. То есть это будет, как бы, единая, так скажем, картина, единая работа. Вот, первая я вышила. Значит, это, что еще хочу сказать, это как раз таки, чтобы особо далеко, знаете, не ходить. Тимоха принес какую-то, блин, штуку, которая везде литнет. Пластилин, не пластилин, но прям к планшету прилет. Так, вот эта вот работа, лавандовое поле, по-моему, она называется, вот я буду вышивать следующую. Вышиваю по саге. Как раз таки, возвращаясь и к этой работе, да, вот эти голландские шары, если я не ошибаюсь, эта работа называется. Значит, скачала я схемочку для саги в интернете, стала вышивать, поняла то, что перенабор это просто вообще кошмар какой-то. Не знаю, зачем размещать такие перенаборы. В общем, в инстаграме есть девушка, которая занимается перенаборами. И, кстати, цена на перенаборы достаточно такая невысокая. Я заказала перенаборы этой работы и заказала перенабор лавандового поля. Так что, когда начну вышивать, лавандовое по саге буду делать. Вот, и хочу, кстати, попробовать сама немножечко научиться заниматься перенаборами. Но еще раз повторяю, времени вообще нифига нету. Не знаю, как получится. Вот, значит, в общем, работа готова. Мне безумно нравится. Напоминаю, те, кто знает, кто не знает. Расчертила и расчерчиваю все схемы. В основном я простым карандашом. Вот вы не поверите. Очень многие на меня ругаются. Кто-то спрашивает. Вот он, этот простой карандаш, который я сильно, как правило, оттачиваю и расчерчиваю. Все у меня прекрасно отстирывается. Вы ничего не видите, насколько я знаю. Вот такая вот я волшебница. Расчертила, нагадила на комбе. И вот, как видите, все отстирала. Но ранее я чуть-чуть вот... Чуть-чуть. Сколько дней назад? Сколько дней прошло? Я уже не знаю. Наверное, дня два, да. Вот, значит, не ранее. В общем, недавно я купила маркер для текани. Кстати, который стоит достаточно дорого. Я вам так хочу сказать. Вообще, вот для этой фигни, для этого, блин, проще, наверное, расчертить этим карандашом. Вот. Но я купила для того, чтобы, если я решу шить куколы Тильды, там, когда будет шить тело, надо будет расчертить мне карандашом. Вот. Тоже там, типа, как от трафарета, выкройка из бумажки, или как это правильно называется. Вот. Специально сделан. Короче, надо будет иголками, в общем, это все к ткани. Прикрепить, короче, карандашом, в общем, будет неудобно расчертить. Вот. Поэтому я и купила. Вот этот маркер. Вот. Ну, еще раз повторяю, как вы видите, ничего нету. И проблем, я еще раз повторяю, у меня нету, как расчертивала, в принципе. Расчертила я карандашом. Наверное, так и буду делать дальше. Вот. Значит, говоря об этой работе. Многие девочки вышивают. Вообще-то, на самом деле, бомба. Вот у ЭМП-студия много таких вот, как бы, серийных, да, наоборот. Вот. Там, по-моему, есть еще и осенняя тематика. Вот эта вот летняя, по-моему, даже и зимняя. Я не буду врать. Я вот помню то, что заказывала. Но выбрала вот именно вот эту тематику. Вот. Лавандовую следующую работу буду я вышивать. Санкова у меня уже куплена. Вот. И буду посаги вышивать, но чуть-чуть, на самом деле, попозже. Я не могу сказать, что мне потребовалось очень-очень много времени для вышивки этой работы. Самое главное, что скажу еще, на посаги вышивается все значительно быстрее. Пусть. Значительно быстрее. В общем, мне очень-очень нравится. Хочу попробовать сама научиться перенабирать схемки в сагу. Вот. Значит, девочки, которые отшивали, многие мои знакомые, я слышу, вы знаете, что говорили, что канва какая-то не очень. Если честно, не могу сказать то, что канва, на самом деле, смотрите, она начинает осыпаться. Канва, на самом деле, выглядит как вот в работе, когда-то ее, я первый раз ее взяла, да, она выглядела как тряпка. То есть она не на крахмале, но она какая-то не очень, на самом деле. Канву, конечно, лучше бы немножечко, может быть, другую. Но я не знаю, в принципе, не могу ничего сказать. Ну, чуть-чуть она меня так это... Ну, чуть-чуть она меня начала раздражать. Но, в принципе, это ерунда, по большому счету, потому что вышло все нормально. Каунт канвы хороший, то есть канва не какая-то типа 18-й, но, допустим. В общем, все нормально. Что касается ниток, как обычно, нитки тут, конечно, все идеально, в кавычках, потому что ниточки очень маленькие, поэтому, конечно, я, если производители когда-то услышат и увидят мои видео, я надеюсь, они меня поймут. И поймут не только меня, а ниточки желательно немножечко подлиннее класть. Вот, потому что, ну, короткие нитки надо постоянно менять. Короче, не очень удобно, по-другому я даже сказать не могу. Вообще, изначально, допустим, да, желательно взять одну ниточку, да, там вставить его иголочку, вот узелочек сделать и вышивать. Нифига подобно, потому что там ниточка получается сантиметров, там, я не знаю, наверное, 15. Короче, это бе. Вот я брала две ниточки, их вставляла в иголку, потом делала узелочек, вот двумя ниточками вышивала. Не очень удобно, это не сравнит, конечно, с работами от Dimension, естественно. Вот, ну, было немножечко получше, чем вот вышивать ниткой длиной, там, я не знаю, 15, если может, 12 сантиметров. Короче, не серьезно. Вот. Что касается оттеночков, да, цветов ниток, цвета ниток идеальны. Еще маленькая поправочка. Изначально вообще, когда делаешь небо, там небо надо было вышивать полукрестом в одну нитку. Я сразу отказалась, потому что я поняла то, что это сильнее меня, это сложнее для меня. Я стала вышивать две нитки. И я не могу сказать то, что я что-то жалею, или мне кажется, да, это немножко не так, как изначально делал производитель. Ну, хотел, наверное, производитель, чтобы это было сделано в одну нитку, но я нет. Нет, все. Я вышила в две, и мне очень-очень нравится, потому что есть у меня работа над фирмой Алис, там как раз-таки тоже небо. Надо было делать в одну нитку полукрестом. Полукрестом, блин, я как-то начала вышивать, и я, кстати, так и не добила этой работы, хотя это миниатюрочка, наверное, где-то примерно такого же размера, нет, она даже поменьше, 9 на 9. Вот, и все. Нет, извините, я так вышивать не буду, вышила полукрестом. Так что канву я не могу оценить на пятерочку, канва не очень, нитки, длина ниток тоже не очень, так что, в принципе, ну, по большому счету неплохо. Ну, не все мои, конечно, 5 палов, естественно. Ну, четверочка есть. Мне понравилось, мне очень понравилось вышивать. Тогда, когда я вышила просто эту работу, мне как-то вот очень сильно захотелось бэкстич делать. Вот, и вот бэкстич настолько эту работу вообще просто оживил, настолько он ее сделал красивой. Вот, напоминаю еще разочек хочу сказать, вышивала посаги, посаги идеально вышивать. Так что процесс для меня просто был вообще волшебный, великолепный. И, наверное, в дальнейшем уже я буду вышивать и буду вышивать в основном посаги. Маловероятно то, что я буду вышивать по бумажной схеме. Об этом будет чуть-чуть попозже другой разговор. Вот. Так что вот она моя готовая работа, моя красотинюшка, которую я убираю. Это мой... Ой, я хоть чуть телефон не уронил. Это мой старт и финиш, скажем так. Так, здесь уже не старт и финиш, это уже просто финиш. Это замечательная работа от фирмы Фризелок. Наконец-то она готова. Долго я вышивала ее. Напоминаю то, что у меня два домика зимний. Вот это вот весенний, остался у меня осенний. Есть еще... Ну, это не летний дом, это на самом деле просто работа летней тематики. Там, по-моему, сакура, лавочка, собачка. Ну, вроде как-то вот примерно вот так вот. Вот тоже деревянная основа. Соответственно, два домика у меня есть. Вот, два сезона есть. Еще есть один сезон летний, осталось только осенний. Но когда буду вышивать, не знаю. У меня эта работа, кстати, недалеко стоит. То есть она... Ну, она ждет, наверное, своей минуточки. Вот она. У меня полностью готова. Замечательно. Вот мне на выходных супруг все приклеим. Мне очень-очень-очень нравится. Очень просто классно получается. Очень красиво. Неоднократно я уже говорила. Это одна из тех фирм, которые я очень люблю. Вот. Это тоже Украина. И волшебная страна. Страна Украина. Так что просто, я не знаю, мой поклон производителям. Потому что делают все вообще на высоте. Вот. Здесь очень много бисер. Смотрите. Я, кстати, вот недавно как... Ну, последнее самое, что пришивала, это был бисер. Вот. Ну, и, соответственно, бэкстич я делала. Вот так вот у меня, смотрите, все получилось. Даже, я не знаю, здесь как бы не то, что нечего говорить. Здесь настолько все идеально, что даже заострять на чем-то внимании просто нет. Потому что говорить сто раз о том, что эта работа идеальна, я уже сразу сказала, все идеально. Вот такая вот красотища у меня получилась. Значит, нитки здесь DMC, деревянная основа, бисер. Ну, и, в принципе, схемочка здесь была, кстати, на двух листочках где-то просто вышивать, да, была схемочка. А где с другой стороны, по-моему, да, была схемочка, но с бэкстичем. Соответственно, я вышла по одной схемочке, а потом перевернула на другую сторону, и мне было очень так хорошо видно, как делал бэкстич. То есть бэкстич, опять-таки, знаете, оживил этот домик, как и предыдущий домик. Еще раз хочу сказать, остался осенний. Вот я на него сейчас смотрю, но не знаю, когда начну, потому что... Потому что я очень много всего хочу, а времени, к сожалению, не так много, как я хотела бы. Вот он еще один финиш, достаточно такой, знаете, долгожданный. Это мой домик. Как бы положить-то, может, так на ножку. Так вот видно. Домик от фирмы Фрузелло. Опять-таки, если мы говорим сейчас о Украине, Украинушке, я вам покажу еще одну такую вот замечательную работу. Кстати, очень интересно, почему здесь только вот как-то странно достаточно наклеен фетр, хотя, может быть, это и правильно. Хотя, можно было бы здесь немножко заклеить, но здесь нету бисера. Так, ладно, возвращаюсь. Это еще одна моя работа, тоже украинская, производство Украины. Господи, все-таки я уронила телефон. Это роза, такая вот классная-классная роза. Ранее я вот вышивала еще один цветочек, напоминаю то, что эти работы я хотела одну мань подарить, другой свекрови. В общем, она у меня готова, все сделано. И в данный момент, допустим, что хочу сказать, я, конечно, люблю вышивать фирму Волшебная сторона, но мне вот что-то сейчас как-то не хочется вышивать никакие другие работы пока. Еще раз могу сказать, что и Фрузелло, эта работа фактически вот просто вот, я не знаю, очень-очень сильно похожая. Идеальный бисер, только здесь нету ниточек. Опять-таки деревянная основа, прекрасная комплектация. В общем, идеал, на который вообще, я не знаю, надо постоянно обращать внимание и хотеть купить все эти новинки, которых на самом деле у фирмы MP Studio Фрузелка. Фрузелка очень-очень-очень много. В общем, мне очень нравится. Мне утром очень-очень нравится результат, и мне вообще нравится процесс. Так что это еще один мой такой малюсенький, в принципе, финиш долгожданный. На этом пока что я приостанавливаю работу своей от фирмы Волшебная сторона. Вот. Ну, очень, короче, готово. Как вы видите, получилось просто невероятно классно. Мне очень-очень сильно нравится. Вообще здесь много всего такого красивого, у кого у меня лежит. Вот. И что я хотела бы вам еще сказать? Восторг. Под руком сказать не могу. Теперь мы потихонечку будем. Знаете, к чему возвращаться? Уже тоже будет как бы финиш и старт, старт и финиш, и с финиш и старт. Вот. Это уже, знаете, что будет? Это будет маленький такой стартик, который я вот, кстати, первый раз, когда стала снимать видео, я немножечко так это отложила. Вот. А я вот не покажу главную картинку, что я такое вышиваю. Да. Это на самом деле будет тыква. Вы обязательно увидите, потому что в данный момент вот в этой вот замечательной папке, где хранится схемочка, я, к сожалению, из нее вытащила титульный листочек. Вот. А тянуться за ним я не хочу, потому что достаточно далеко, поэтому ограничимся просмотром вот такой вот маленькой бумажной, бумажной картонной заготовочки. Это будет тыква. Вот. Мил Хилл. Кстати, вчера у меня такой произошел косяк, я немножечко вот здесь запуталась, короче, все распарывала. В общем, блин, так обидно на самом деле было. Могу сказать, что на данный момент я, в принципе, уже фактически приближаюсь к тому, усталась немножечко к тому, чтобы закончить вышивку ниточками, да, малинашечки закончатся, и будет достаточно много цветов бисер, где-то, наверное, цвет 4. Вот. Вышивается на вот такой вот основе, я говорю, картонной. Я не буду врать, потому что, если честно, я не помню даже, как она называется от основы. Та основа, которая при вышивке моего первого Мил Хилла, мне вообще она не понравилась. Я еще раз хочу сказать, это не пластиковая канва, поэтому, соответственно, здесь немножечко по-другому все вышивается. В инстаграме ранее у меня была голосовалка, значит, что вышивать филином, по-моему, называется филин, да, или вот эта тыква. Ну, и девчонки выбрали тыкву, я решила вышивать ее. Вышивается всего лишь двумя цветами малинышек. Это оранжевый, черный и много бисера. Вот. Пока не очень, конечно, хорошо видно. Вот, когда смотришь, конечно, поближе, как-то, тут я, кстати, не совсем поближе, я в камеру смотрю, но хотя нет, заметно, в принципе, все. Не, ну, надо, конечно, еще немножко бисером повышивать, но я дошлю, скорее всего, все малинышками, потом буду приступать уже к вышивке бисером. Вот. Ну да, скорее всего, так я и сделаю. В общем, потихонечку вышивается, я стараюсь, ну, хотя бы немножечко времени уделять этому процессу ежедневно, как получится. Вот он у меня из дневных таких вот вышивальных процессов единственный. Вот. Ну, других у меня нету. А волшебную страну я брать сейчас не хочу. Да, я вообще, наверное, пока ничего брать не буду, буду пока вышивать вот этот набор. Тоже идеальный, тоже идеальный наборчик. Единственное, что могу сказать, стоят они достаточно дорого, поэтому это такой, знаете, маленький минусик, скажем так. Так в процессе все замечательно, и бисер классный, и основа классная, и схемочка классная, ну, вот все в идеале. Так что это еще один процесс, который я вышиваю, не могу даже, не знаю, на что бы я могла бы обратить свое внимание, вот на чем бы я хотела заострить свое внимание в идеале. Единственное, конечно, ну, немножко на черной основе, ну, не то, чтобы как бы сложно вышивать, ну, так, не очень легко, я вообще не очень люблю черную основу, то есть черную, например, канбу, да, на которой я вышивала ночной город. На данный момент не могу сказать, что мне хотелось бы вышивать, да и сомневаюсь, что мне вообще когда-то захочется на черную вышивать. Вот, ну, вот, чуть-чуть могу вот маленькую галочку поставить непосредственно цветом основы. Вот, так что вот еще одна красотюнечка какая у меня есть, в общем, все так классненько все. Ой, я прям очень в восторге, в восторге. И вот я потихонечку еще, знаете, к чему возвращаться в предыдущем видео, я показывала вам вот этот набор. Ну, еще раз повторяю, кто смотрит, тот знает, кто не смотрит, тот не знает. Напомню, это Литец Ти, Гуд Дэй, кофеечек с круассанчиками, турочек, ну, короче, с шоколадочками, в общем, все здорово. Вот, я вышивала этот набор, на данный момент могу сказать, что половина точно готова, осталось у меня вышивать вот это вот вверх. Здесь турочка, какой-то, я не знаю, бублик, что ли, шоколад и, по-моему, кофейные зерна. Где-то здесь они валяются у меня. Вот, значит, в чем висит такой самый важный вопрос? Вопрос в том, что у меня есть схемка. Схемка у меня, ну, как у всех, собственно говоря, бумажная. Вот, но вот в данный момент уже после того, как я человек такой, знаете, очень серьезный, относящийся к схемам своим, к своей саге, вот, в данный момент я уже навышивала саги, поняла то, что мне нравится очень сага. Вот, а скорее всего, по бумажкам я уже вышивать не буду, хотя, вот, несмотря на то, что, знаете, я ранее, как говорила, и на бумажных я могу вышивать, и по бумажным, вернее, да, и по саге. Ну, вот, как-то по саге мне в последнее время стало нравиться значительно вообще просто больше вышивать. Вот, и я заказала, короче, перенаборчик. Еще раз хочу сказать, девушка у меня есть, она в инстаграме, пишите, я вам скажу, как ее зовут, покажу. Она перенабирает схему для саги, и это стоит, кстати, не очень-очень так дорого, прям, ну, в принципе, дешево, можно сказать. Вот, и я попросила у нее вот этот верхний участок перенабрать, я сейчас вам это покажу. Сейчас, секундочку, извиняйте. Вот. Вот, в принципе, все то, что мне осталось сделать, но это еще не включая надпись Good Days, ну, и там еще какой-то, еще какая-то надпись, я уже не помню, если честно. Вот, Good Days точно. Вот, и, в принципе, я заказала перенаборчик вообще, ну, просто малюточный, вообще абсолютно малюточный. Вот весь, ой, этот весь перенабор стоил, по-моему, рублей 36, то есть достаточно дешево. Вот, я решила то, что нет, бумажки я тратить больше не буду, так сказать, в своем процессе, в своем вышивании, я не буду больше ничего черкать, и все, не хочу я больше по бумажкам вышивать. Ну, в принципе, я могу, конечно, но не хотелось бы. Вот. Значит, это, что хочу сказать, вчера я вышивала, я не могу сказать то, что я, знаете, ежедневно вышиваю очень-очень много, вечером, ну, я вышиваю там, наверное, часа, наверное, два, да, вот, и вышиваю я где-то, наверное, крестиков по 200, ну, так, примерно, 180, 190, там, 190, ну, например, так, около 200, вот, и мне кажется то, что я очень мало вышиваю, но в любом случае, вчера, вы посмотрите, за вчерашний вечер, да, я вышила вот это вот все. Кстати, знаете, еще какой один косячек, косяк, здесь какой-то цвет один закончился, такой светло-голубой, вот, и, если честно, я даже не знаю, что на самом деле делать, потому что у меня никто, больше нету, не знаю, наверное, буду подбором делать. Ладно, посмотрим, в общем, здесь закончилось. Опять, хочу сказать, расчертила я карандашом, это уже тот разговор, о котором мы еще в самом начале говорили, расчертила, потихонечку буду вышивать вот эту турку, здесь у нас будет турочка, где-то здесь, по-моему, кофейные зерна, здесь сахарок или наоборот, вот, а здесь, по-моему, будет где-то шоколадка и какой-то рогалик, ну, и, естественно, еще и надпись, вот. Вот, мне почему-то как-то, знаете, захотелось, на самом деле тут получилось так, значит, я совершила работу от МП Студио, которую вот вы, собственно говоря, видите, вот, и у меня мысль такая была, а что дальше вышивать? Ну, я этой девушке написала, значит, прислала фотографию летит стич, да, и лавандового поля от МП. Вот, и она как-то так быстро это все перенабрала, что я такая, оп, только вроде как рот успела открыть, думаю, а что вышивать, и уже все готово, и я так это растерялась, потому что я думала, у нее лавандовое поле, был уже перенабор, соответственно, ей не надо было делать такая, думаю, ну вот, если лавандовое поле есть, вот, думаю, на следующий день, не знаю, сделает она лететь стич или нет, лавандовый-то был, по-хорошему, конечно, надо было начать вышивать именно его, ага, я не успела, вроде как-то она уже все перенабрала, и все. Я подумала, сделаю маленький такой перерывчик, вот, попробую-ка я немножечко повышивать вот эту работу осталось, по большому счету совсем чуть-чуть, ну, хотя бы турочку, на турочку, хотя бы зернышки как-то успеть вышить, вот, ну так, хотя бы для начала, пока что, потому что эту работу надо будет завершить, она небольшая, в принципе, тем более здесь не полная зашивка, здесь осталось-то, я еще раз повторяю, совсем чуть-чуть, так что я решила, повышиваю-ка я хотя бы несколько дней лететь стич, да, ну, а там уже, что касаемо уже лавандового поля, это, ну, там, как говорится, дело решится само собой, я думаю, вот, когда начну вышивать, не знаю, может быть, допустим, там где-то выходным, к выходным, к пятницу, вот, так что, в общем, я как бы это повышивала, вышиваю я, кстати, на пяльцах нурги, и у нурги вышли пяльца, такие черного цвета, круглые, классные, красивые, но я не думаю, то, что они особо отличаются от тех пяльц, которые, вот, допустим, у меня есть, или которые там выпускались ранее, мне кажется, просто цветом отличаются, хотя я не знаю, ну, мне так показалось, ну, в любом случае, пока показать не буду, это покупать не буду, потому что, там, по-моему, за три штуки тысяча рублей, что ли, стоит, а мне так много и не надо, тем более у меня их вообще, по факту, просто немерено, вот, так, значит, что хочу вам сказать, вышиваю по цветам, вообще, мне очень нравится вышивать по сальне, я вот, я не знаю, ранее как-то я, да я, в принципе, могу и по бумажным схемам тоже вышивать, но мне кажется, то, что по бумажным схемам вышивается немножечко сложнее, вот, и, наверное, подольше, мы сейчас с вами еще разочек посмотрим, длина уже 12-23, и снимаю все эти видео, я часу, мне сейчас надо идти вытаскивать кефир, потому что сегодня буду жарить сырный блин, и, да, те, кто подписан на мою страничку в инстаграме, те уже в курсе, что я обжор и постоянно что-то готовлю и есть, на самом деле, ой, на самом деле все совершенно не так, просто-напросто я, по факту, люблю готовить, и по факту я обжор, и вообще люблю своих кормить, вот, ну вот, в принципе, вот он такой перенаборчик, вот видите, как удобно, когда вот ты зачеркиваешь, да, вот вышиваешь, все понятно, все ясно, и вышиваешь по цветам, то есть действительно удобство, ну, ну, прям, как говорится, на лицо, вот, так что, никакие планы, конечно, я не строю, в данный момент, но, значит, что я хочу, пока потихонечку я повышиваю кофейный дом, потом будет у меня лавандовое поле, и буду вышивать мелхи, пока, я надеюсь, без каких-то еще стартов будет, в общем, вышиваю это по саге, замечательно, это по бумажной, кстати, схеме вышиваю, ну, в принципе, нормально, ну, что касается уже там всяких деревяшечек, деревянных основ, это мы уже потом посмотрим, потому что я пока не знаю, есть там еще один такой маленький вопросик, тоже, который буду решать, он будет решаться уже касаемо одного моего набора, который я недавно купила, ну, в общем, как-то вот так вот, вот так вот, вот такая вот красота у меня есть, мне очень рада, я очень довольна, я надеюсь, вам понравилось то, что у меня получилось, потому что на самом деле это классно, очень-очень классный, очень красивый набор, очень хорошие финиши, старты, да и вообще процесса, я сама в восторге, и на этом, мои дорогие, я буду заканчивать, снимать видео, пойду готовить и есть, потом мне еще убираться, надо, короче, как обычно, целая куча дел, вот, и подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, добавляйте друзей в инстаграме, смотрите мои сторис, добавляйте друзей в контакт, там немножко поменьше, все-таки лучше в инстаграме, конечно, там я чаще всего бываю, вот, значит, а знаете, что самое главное, мое хорошее, мы с вами увидимся уже у других моих видео на моем канале, обязательно смотрите, и обязательно, 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 не болейте, берегите себя и своих близких, потому что этот вонючий ковид, о котором я опять-таки говорю, это уже, наверное, получается второй год, я об этом уже говорю, вот, я надеюсь, я надеюсь, что все будет хорошо, я надеюсь, что мы потихонечку выйдем все-таки из этого ковида, хотя в какой-то момент я, в принципе, осознаю то, что скорее всего, ковид просто так от нас не уйдет, берегите себя, мои дорогие, берегите себя, будьте живы, здоровы, вот, и обязательно счастливы, и, конечно, до встречи еще раз, других моих видео на моем канале, надеюсь, будет много всего интересного, скоро я вам, обязательно покажу еще одну готовую работу, но это, правда, не вышивка, это и не алмаз, знаете, короче, это кое-что интересное, только чуть-чуть попозже постараюсь найти время на съемки этой работы, надеюсь, то, что все у меня получится, всех я вас целую, всех я вас люблю, мы с вами увидимся чуть-чуть попозже, с вами была ваша Зеленская Хардмейд, всем пока-пока!